Здарова, ребят! Все владельцы игровых ноутбуков сталкиваются с проблемой, которая объединяет все игровые ноутбуки. Это, конечно же, перегрев, как следствие троттлинг и как следствие выход из строя комплектующих ноутбука. Есть много способов понизить температуру ноута, но если у вас есть, допустим, ноутбук, у которого есть активная технология Turbo Boost, то у меня есть способ, как вы можете снизить температуру до 15, а то и 17 градусов. И в этом видео вы сами убедитесь. Я покажу вам это на примере своего ноутбука с процессором i5-9300H и GTX 1050. Ну, ребят, технология Turbo Boost, она достаточно полезная. Я бы ее советовал отключать только в двух случаях. Первый, это если ваш ноутбук имеет порядком мощнее процессор, чем видеокарту. То есть процессор раскрывает видеокарту с большим запасом, как это, например, на моем ноутбуке. Ну и второй случай, это если ваш ноутбук, это просто печка, которая греется до 90, то и выше градусов. Тогда можно будет подумать над выключением технологии Turbo Boost. В остальных же ситуациях это более индивидуально и над этим нужно думать. Также в видео поговорим о других методах снижения температуры ноутбука. Всего их назову 5. Некоторые, возможно, слышали, некоторые, возможно, нет. Так что оставайтесь, я думаю, вы узнаете что-то новое. И первый способ, это отключение технологии Turbo Boost. Для ее отключения нужно сначала сделать так, чтобы она появилась в настройках управления питанием. Для этого нужно будет зайти в настройки реестра. Я вам покажу это на примере своих настроек реестра. Но у каждого они могут немного отличаться. Путь к файлу, который нужно будет изменить. Так что внимательно следите, меняйте только то, что показано в видео. После того, как вы поменяли настройки, заходите в изменение схемы питания. И у вас должна появиться строка режим усиленной производительности процессора. Здесь вы можете ее настроить, как вам будет удобно. Но мы отключаем ее и смотрим на результат. С технологией Turbo Boost. И без технологии Turbo Boost. Как видим, разница 10-15 градусов. Ноутбук с технологией Turbo Boost мог доходить до 90 градусов. Сейчас же я не видел больше 75 градусов. Но опять же таки, отключение технологии Turbo Boost имеет смысл только тогда, когда ваш процессор не будет узким горлышком после отключения Turbo Boost. Как это происходит на моем ноутбуке с i5-9300, у которого ставит RTX 2060 в пару. А на моем же ноутбуке стоит 1050. И второй способ – это понижение температуры ноутбука с помощью поднятия крышки ноутбука. Я понимаю, что это может звучать нелепо. Но если у вас ноутбук, у которого происходит забор воздуха снизу, то поднятием крышки ноутбука можно добиться потери 4-5 градусов. И этот способ подходит не только для процессора, но и для других комплектующих ноутбука. Поднять крышку ноутбука можно или купив подставку, или не заморачиваться и сделать бюджетный вариант на спичках. Как-то даже Бригман показывал, что толк от подставок охлаждающих такой же, как и от спичек. Спички, знаешь, это фон защиты спичек, они уходят из нашей жизни, но они должны остаться в наших сердцах. Спички – проблема. Поэтому пользуйтесь, ребят. Это помогает не так сильно, конечно, как отключение трубобуста, но и здесь вы ничего и не потеряете. И третий способ – это андервольтинг процессора ноутбука. Хоть в сети есть мнение, что андервольтинг – это безопасно, у меня есть с этим способом не очень задалось. Ибо один раз после проведения андервольтинга ноутбук, мягко говоря, ведет себя некорректно. Во время игры он завис с рваным звуком, а экран покрылся полосами. После возвращения напряжения все стало нормально. Поэтому, повторюсь, этот способ вы делаете только на свой страх и риск. Андервольтинг – это уменьшение напряжения на процессоре с целью уменьшения его тепловыделения. Есть один нюанс. В андервольтинге он заблокирован на некоторых ноутбуках. На 10 серии Intel, к примеру, и AMD Ryzen 4 серии. Правда, даже если у вас ноутбук не этих серий, то не исключено, что он будет также заблокирован. Ибо Intel выпускает обновление BIOS и в нычку блокирует эту возможность понижения напряжения. В 2021 году, чтобы сделать андервольтинг, нужно использовать программу Throttle Stop. Для этого я покажу все, что надо на видео. Четвертый способ – это замена термопасты процессора и чистка ноутбука от пыли. Замена термопасты – это хороший метод понижения температуры. Стоит термопаста копейки, а в некоторых случаях можно добиться серьезных снижений температур. Да и вообще бытует мнение, что на игровых ноутбуках нужно менять термопасту почти каждые полгода. Поэтому, если вы знаете и уверены в своих силах, ищите или не ищите видео о замене термопасты конкретно на вашей модели. Но если ваш ноутбук на гарантии или вы боитесь накосячить, то советую отнести ноутбук в сервисный центр для проведения этой процедуры. Чтобы не оказалось потом после сборки ноутбука лишних болтов или запчастей. И пятый способ – это играйте в прохладных помещениях. Некоторую роль отыгрывает, конечно, и комнатная температура. Я не говорю, что нужно открывать зимой окно на всю катушку и ставить на подоконник ноутбук и так играть. Например, летом, если у вас есть кондиционер, включите его и поставьте на 18-20 градусов. И вашему ноутбуку будет гораздо проще, чем летом в квартире при комнатной температуре 25-30 градусов. Ведь ноутбук будет захватывать холодный воздух, если он будет стоять под кондиционером. И тем самым охлаждение ноутбука будет более эффективное. Ну а это были мои пять способов, как снизить температуру процессора и ноутбука. Ставь лайк, если видео тебе понравилось или было не полезным. Ну и подписывайся на мой канал.